добрый день дорогие пекари идет масленичная неделя и конечно многие из нас делают блины на моем канале есть уже отличный рецепт блинов на остатках закваски а сегодня я вдруг поняла что у меня есть остатки опары у меня есть прокисшее молоко и я вполне могу сделать небольшую порцию блинов и сегодня я вам покажу несколько измененный рецепт чтобы сделать вот такие тонкие ажурные красивые блинчики я только что делала другой хлеб и у меня осталась опара ну и выбрасывать ее жалко я решила сделать блины у меня есть рецепт на канале блинов на остатках здесь в принципе не остатки а свежая опара но тем не менее я буду делать рецепт на соде потому что хочу блины сделать сейчас я не хочу долго выбраживать тесто берем миску выкладываю опару в миску 280 граммов у меня осталось прокисшее молоко я хочу его тоже сюда использовать поэтому добавляем получилось 370 добавлю также и свежего молока пусть будет 200 граммов и дальше размешаю закваску жидкостью чтобы закваска однороднее растворилась добавлю одно яйцо половинку чайной ложки соли 2 столовые ложки сахара с горкой снова перемешаю ну а дальше добавлю муку здесь у меня пшеничная первый сорт буду смотреть на густоту чисто визуально и хочу добавить пшеничные цельнозерновой у меня твердо хлеб тонкого помола немножко слежалась надо было просеять муку сейчас буду когда досыпать буду просеивать смешиваю муки добавляем до густоты тесто на оладьи в этот момент ставим кипятится чайник тесто я размешала пока закипает чайник оставлю его накрытым крышкой чайник у меня закипел это значит что я возвращаю венчик и вливаю в тесто кипяток доводя его до нужной густоты кипятком размешиваем и смотрим если видим что густо еще кипятка и продолжаем размешивать всегда проще проверять как тесто льется ну сейчас в принципе хорошо добавляем 2-3 столовые ложки подсолнечного масла размешиваем и добавляем чайную ложку соды без горки и снова хорошо все размешиваем теперь можно дать постоять тесту под крышкой минут 15 потом еще раз проверить его густоту и начинать разогревать сковороды разогреваем сковороды до дымка как видите уже не очень легкого пока не включила вытяжку чтобы она не шумела и не мешала снимать сейчас камеру выключу включу вытяжку ставим тесто поближе вам не видно но я поставила прямо на плиту поближе дозируем тесто густоватое тесто я хочу чтобы она растекалась лучше первый блин будет кого значит разбавляю тесто еще до более текучего состояния довела тесто до нужной густоты которая мне нравится сейчас наливая его на сковороду и оставляю печься переворачиваем блин такой красивый блин получился гырявый можно промазать маслом если вы хотите допекаю последний блин на сковороде и хочу показать вам результат такие нежные тонкие я именно такие тонкие блины люблю не люблю толстые нежные прозрачные в дырочку очень мягкие можно сделать начинку смотрите какая красота попробуем я люблю такие блины у них очень умеренная сладость сахар почти не чувствуется за счет этого можно сделать и сладкую и соленую начинку есть с медом с вареньем с чем угодно то есть они имеют достаточно нейтральный вкус при этом нежные мягкие никакой резиновости и вы можете свое удовольствие дополнить их чем угодно я очень довольна порция небольшая но я делала из остатков тех продуктов которые у меня были смело увеличивайте в два то и в три раза я уверена вам понравится давайте с вами продолжать печь если вы еще не подписаны на мой канал подписывайтесь и мы с вами испечем много всего интересного